самое большое количество обращений с просьбой подобрать уход ко мне поступает от обладательниц комбинированной кожи и поскольку я просто физически иногда не успеваю отвечать то первым из цикла об ухаживающей косметики по типам кожи я выпускаю видео именно для комби и прошу заметить обычно везде в описании косметических средств стоит до комби жирной кожи то есть они обычно идут тандемом но на самом деле это не одно и то же нужен совершенно разный подход разная текстура и разные компоненты что касается компонентов и эта информация поможет вам ориентироваться при выборе то самое ваше то ваш топчик это центелла она не пересушивает кожу и успокаивает ее если на сыворотке или на креме указано на их упаковке центелла можно рассматривать понятно нужно смотреть конечно дальше какие еще дополнительные компоненты присутствуют но вы всегда можете скинуть мне состав и я вынесу свой вердикт еще правильным для вас действием обладает прополис и муцин улитки также хорошо фруктовые кислоты но избегайте наличия салициловой кислоты ее нет нет и засунут куда-нибудь вглубь состава она может очень сильно пересушить комби кожу и ваш тип кожи бывает разной степени жирности в т-зоне поэтому я сегодня покажу средства и буду говорить какое больше для того или другого подойдет я даже выставила две полных линейки ухода не хотела повторяться на уникальность этой умывалки от елизаветы пока мало кто переплюнул она отлично до скрипа очищает кожу и не пересушивает ее если у вас лицо не сильно жирнится нет сильных воспалений то рекомендую если же у вас кожа требует прям ну практически антисептического подхода то тони моли с лимончиком в ней нет щелочных очищающих ингредиентов нет сульфатов поэтому я рекомендую если вы активно красите ресницы то предварительно уберите тушь при помощи двухвазного средства после очищения оно такое как новенькое и вы чувствуете как я уже сказала антисептическое действие потому что если у вас какие-то воспаления прыщички это почувствуете как немножко пощипывает показываю как ими пользоваться набираем горошину столько сколько нужно именно в процессе вы определите конечно сами но примерно так соединяем с водой и распределяем по лицу обратите внимание пенки с хорошей очищающей способностью мгновенно полностью покрывает все лицо плотным слоем и это хорошо так вы не оставите ни одного миллиметра без внимания также такие пенки хорошо себя ведут при очищении сеточкой когда вы пенку распениваете извините за тавтологию в сетке и далее умываете лицо я нашла прям меня буквально потянуло вот к этому тонику от джей он он с маслом чайного дерева и мне еще нравится вот этот компонент за антоксилум перечный это дерево или скорее всего кустарник ему нашли медицинское применение так индейцы например лечили буквально все от лихорадки до кашля до ревматизма ожогов и ран в современном мире экстракт его ввели состав лечебных шампуней зубных пас крема от куперозы я к чему вам всю эту историю рассказала дело в том что он уникален он и противовоспалительный вы прям чувствуете как он просто убирает все что воспалилась при этом он еще цепки делает кожу такой упругой и увлажняет именно в той степени как вашему типу кожи нужно пахнет благородно прям так травянистая чайна ну в общем знаете чем он пахнет зеленым чаем вот как парфюм есть полегче текстурой и полегче поведением на коже это бидончик от джеймс solution с прополисом и маточным молочком абсолютно нейтральной без отдушки текстура водички но в составе есть хорошие антивозрастные пептиды я поэтому его и взяла с учетом того что тонеры хорошо проникают в кожу это обстоятельство сыграет в нашу пользу кожа после него спокойное увлажнение умеренно хороший прям первый если воспаление есть а второй если кожа абсолютно ровная и спокойная сыворотка с цикой та же цинтелла только вид сбоку делает лицо выглаженным и ровным хороший состав масло мандарина экстракт водорослей и пептиды один снимает воспаление другой это аргирелин расслабляет мышцы и третье это сигнальный пептид он восстанавливает поврежденные клетки вы кстати меня иногда спрашиваете нужно ли покупать косметику из одной линейки и одного бренда вот тут наглядный пример что так поступать не всегда имеет смысл далеко не всегда дело в том что сыворотка легкая прекрасно ложится а вот крем имеет плотную питательную текстуру это уже не для комби и даже для сухой это будет не очень и вторая сыворотка мульти пептидный от греймелин тут пептидов конечно больше тут прям их целая группа выбирайте то что вам нужно у этой более тонкая текстура но она чуть-чуть маслянистая правда когда распределяется ощущается совершенно комфортным на коже сценик поначалу обладает таким ну хорошим увлажняющим действием она чуть-чуть мутноватая вы видите на баночке даже видно что мутноватая распределяется легко менее маслянистая и когда усаживается она делает лицо ну почти матовым в этой больше увлажнения больше маслянистости и больше пептидов но пептиды это такое знаете на перспективу скажем так и более пролонгированного действия покраснение воспаление купероз цика если кожа спокойная склонная к сухости то мульти пептидная у него прекрасный состав он легкий как водичка и хорошо проникает в кожу она буквально его пьет и пускай пьет на здоровье потому что здесь состав очень чистый и даже в качестве загустителя используется натуральный полисахарид декстрин это производная от крахмала правда очень люблю этот крем всей душой я его часто показываю он периодически пропадает из магазинов у него очень приятная отдушка днем есть пептиды есть гидролизованный коллаген также масло бергамота лаванды он не жирный от слова совсем еще вам идеально подойдет крем с муцином улитки от секретки он дает меньше увлажнения но здесь есть три пептид меди это хорошо ведь это улитка она кстати борется еще и с воспалениями на хорошую сыворотку например на эту будет давать умеренное увлажнение я вам совершенно настоятельно рекомендую не бояться улитки если пристраститесь то с возрастом будете не стареть а молодеть и это не пустые слова поверьте мне только выбирайте и благородном обрамлении я что имею в виду должен быть во-первых качественный бренд и набор компонентов дополнительных должен быть очень хороший а то бывает ведь муцин улитки такой до такой степени неприятный я честно говоря терпеть не могу отдушку дешевых улиточной гели из супермаркетов и они все пересушивают кожу посмотрим что в составе этого крема муцин на первом месте и он здесь высокой концентрации и остальные компоненты специально подобраны с расчетом для комбинированной кожи цинтелла масло чайного дерева прополис ламинария и гиалурон к очень хороший с эффектом высветления я его уже показывала прекрасный просто крем от arunix не жирный не течет не скатывается и держит увлажнение весь день вот за что я люблю корейцев так это за то что они понимают кожа должна быть увлажнена в течение всего дня и тогда она не будет стареть на упаковке так и написано day long hydration волшебный состав неоциномит экстракт мандарина гинкобилоба и пептиды пептиды то что надо пептиды плюс еще аскорбиновая кислота она в самом конце списка так что она не как правильно наносить крем вокруг глаз я рассказываю в отдельном видео если я его уже выпустила ссылку оставлю в описании маски это также отдельное видео будет напоследок скажу еще если воспаление так или иначе посещают ваши личика то держите всегда при себе тоник с кислотами по моим ощущениям например вот этот скаломансий отлично справляется ну на этом пока все всем добра всем удачи вопросы в комментариях и в инстаграм пишите обязательно в директ всех целую до новых встреч пока пока